Слава Господу! Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе за это радостное пение, хвалы Тебе, Господи. Благодарим Тебя за Твою любовь, в которой мы теперь будем пребывать навеки, Иисус. Ничто не может разорвать этого, Господи, и от этого мы возрастаем в любви к Тебе, Господи. Мы находимся в поле Твоей любви, Иисус, непреложной, неразрывной, Господи. Благослови эту небольшую мысль, Господи, в качестве вступления к основному слову, Господи. Дай нам просто наслаждаться этим временем сейчас, Господь, этими двумя часами, Иисус. У Твоего духовного, накрытого разноцветной благодатью стола, Господи. Слава разноцветными, разными плодами, Господи, фруктами, едой духовными, Господи. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Аминь. Как здорово, что мы собрались здесь, и это все Иисус Христос манит нас, и стоит нам только откликнуться, мы начинаем радостно петь песню хвалы, потому что Он поднимает нас. Я бы хотел взять за предпосылку сегодняшнее слово посвящения под названием «Где ты живешь?». Я прослушал его однажды или дважды. И вот какие мысли я записал, когда конспектировал и подытоживал, и хотел просто поразмышлять с вами над этими основными мыслями. Итак, «Где ты живешь?» Евангелие 1 Иоанна 4, 4 стих, если мы возьмем «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Итак, можно по-разному отнестись к этому вопросу, с той позиции, в которой мы уже находимся, и здесь говорится «мы от Бога». Мы живем в поле любви Иисуса Христа. Я просто подошел к этому вопросу разносторонне, опираясь на ту мысль основную. Как здорово, да? Почему? Потому что Он победил этот мир, победил все, можно сказать, и мы в нем победители. И теперь мы живем в Его удивительной любви, которая является непреложной. С одной стороны, мы живем в нем, и это неразрывно, как здорово. Это наш ответ в тот момент, когда, вернее, это слова Иисуса Христа в ободрении нам, когда мы, может быть, отвлеклись или потерялись в мыслях. И Он говорит нам «ты живешь во мне». Иисус Христос Духом Святым освящает нам Слово Божье. Он, может, и задает нам этот вопрос и говорит «ты живешь во мне». То есть, Он утверждает это нам в ободрении. И, помните, говорилось также про Авраама, про его упование, про его удивительную надежду, как он последовал. И я подумал о том, что, ведь где наша сила, чтобы следовать за Ним? И так следовать, что мы не хотим упускать следование за Ним и надежды. То есть, это не тот вопрос уже, что мне выбирать. А суть заключается в том, что я не хочу упускать этой надежды и этого направления. И все это исходит, конечно же, от слова о кресте, от слова о жертве. Где ты живешь? Я живу, Господи, благодаря Твоей жертве в Тебе, и я хочу жить в Твоей жертве, Господи. И от жертвы Твоей, а точнее от слова Твоего, от жертвы о кресте, Ты укрепляешь меня Словом Божьим, что окрыляешь меня, можно сказать. И я не хочу упускать этой надежды, потому что она увлекает нас, каждого из нас, каждого из вас, так же, как она увлекала всех героев веры. Следующая мысль. Эта надежда становится моим богатством. Не правда ли? Мы с новыми сказали, что эта надежда является непреложной с того момента, как мы уверовали позиционно, но так же она является моим богатством. Евреям 11 глава. Так Моисей, или автор послания к Евреям, охарактеризовал желание Моисея следовать его выбор богатства, следования за Богом, которого он избрал и от которого потом не смог отказаться. И все эти 40 лет пустыни, надежды, это все его удивительное богатство. И здесь опять мы видим, откуда же сила в этой картине. И это все, следующая мысль. Питаясь каждое утро манной со сладостью меда. То есть, значение этой манны, насколько я помню, круповидная такая сущность с медом. Почему мед? Да потому что эта надежда все время освещает мне через жертву, в которой мы живем, где ты живешь. О милости, которая обновляется каждое утро. И если мы коснемся еще раз этой мысли, евреи, питаясь этой манной, говорили, что это? Да, помните? Что это? Представьте, они кушают эту манну, мучную сущность с медом. Вкушают ее. Для нас это приложение, что я вкушаю его хлеб, освещаюсь милости каждое утро. И затем, параллельно же этой мысли мы можем сказать, что это за удивительная надежда? Не правда ли? Как они говорили, евреи, что это? Да, манна. И питаясь этой манной, от которой у меня сила, и он подпитывает, освещает мне свои картины, я могу сказать так же, параллельно, что это за удивительная надежда в жертве Иисуса Христа? Да, как здорово. Как великолепно. И снова здесь мы можем сказать эти же слова. От воздействия этой манны я не хочу упускать эту надежду. Не хочу упускать Иисуса Христа. Если вы представите эти, может быть, обстоятельства, условия, пустыни, не сладкая, но есть духовно сладкая манна. Не только физическая, но и в нашем приложении, безусловно, самое главное, духовная. Что я не хочу упускать это богатство, надежду в Иисусе Христе. Как здорово. Аминь. Время. Да, и последнее. Так же, как она заманила меня, в хорошем смысле этого слова, любовь Иисуса Христа. Так же, как она поманила меня и увлекла меня. Представьте, как невеста, может быть, эта картина увлечена женихом. Так же и любовь и надежда увлекает меня каждодневно. Потому что мы Его, мы от Бога, и мы только возрастаем в этой манящей от Иисуса Христа надежде. И это наше богатство. Надежда в Иисусе Христе, которая исходит от Его жертвы. Аминь. Благослови вас Господь. Благослови вас Господь.